Здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать, как я делаю разводочные домашние грядочки. Итак, что нам требуется? Нам требуется вот такая вот упаковка из-под яиц бумажная, от 10-20 штук, от 15-20 штук, без разницы, главное, чтобы она была картоновая. Первый момент. Второй момент. Нужны будут контейнеры, подходящей формы, куда вы будете вкладывать непосредственно вот эти бумажные формочки. У меня вот маленькая есть, но я попримеряла, и мне больше подойдет вот такая вот большая рассадный ящик. С ней я сегодня и буду работать. Соответственно, потребуется непосредственно сам грунт для посадки растений, леечка. Такая вот у меня удобная лейка, вот с таким вот носиком, загнутым на 90 градусов. Очень удобным, рекомендую всем приобрести. И вот у меня стоит такая вот странная банка. Если вы присмотритесь, сейчас я уберу. Это банка с настоем банановой кожуры. Буквально настаивала два дня. Соотношение вот этого настоя в пропорции воды и кожуры я не знаю, я делаю на глаз. Поэтому говорю, вот трехлитровая банка воды и две кожуры от двух больших бананов. Очень хорошо. В каком плане поливать? Для того, чтобы быстрее прорастало, для того, чтобы качество растения было лучше. И домашние цветы с этого настоя, если им поливать, очень хорошо растут и зацветают. Поэтому рассаду буду поливать именно вот этим настоем. И дальше, что нам потребуется? Непосредственно сами семена. Но я обычно замачиваю. Вот у меня уже проросшие семена здесь имеются. Я потом вам покажу. Ножницы, острый карандаш и вот такая вот картонка. Это весь необходимый набор для изготовления разводочных грядок в домашних условиях. Итак, приступим. Я взяла формы упаковок. И что вам нужно сделать? В зависимости от того, в какую тару вы будете складывать, соответственно, нужно подогнать размер. Я вот, например, подрезала вот эти бортики по краям. И мне этого было достаточно для того, чтобы потом эта упаковка прочно встала в мое дно. Ну и, конечно, с помощью ножниц в каждой из ячеек с внутренней стороны, обратите внимание, с внутренней, я сделала дырочки. Проколола. И так каждую ячеечку. Что у меня в итоге получилось? Так как я донца подобрала побольше, мне для меня это удобно, то у меня получается. Смотрим. Так. Плотно встает 15 штук. Еще 15 штук. И еще пробую. Не встанет. И еще. Вот в таком небольшом лоточке я смогла уместить 50 ячеек для развода необходимых мне растений. Сегодня я буду высаживать сюда перец сладкий, перец горкий. И буду делать рассаду зеленого лука на перо. Потому что я хочу его в начале мая посадить в пленку, уже проросшим, чтобы буквально через недельки, через две его кушать в свежем виде. Не дожидаясь, пока взойдет мой основной севок, посеянный осенью или вообще, который там растет годами. Я сейчас буду засыпать грунтом все эти ячеечки. Как я только это сделаю, я покажу, что нужно будет делать дальше. Продолжаю снимать. Вот в заготовленные формы, картонные, я засыпала грунт для рассады. И что я хочу вам сейчас показать. У меня пророщенные семена, я перцев. Я садила слоновый хобот. Я сейчас не рекламирую, просто делюсь своим опытом. Слоновый хобот это острый перец, которого стручки вырастают очень большие. Вот такие же длинные, красные. На кусту очень много плодов. Чтобы не соврать, скажу так. В прошлом сезоне с пяти кустов я собрала полное семилитровое капроновое ведро вот таких вот перцев. Понятно, что они не все были красные, были зеленые, были желтые. Но они полежали какое-то время и все стали вот такие красные. Некоторые я засушила, некоторые я убрала в заморозку. Этим летом, если не забуду, сниму, как они растут и покажу осенью, какой результат мы получаем. Итак, сажу буквально пять кустов. У меня семья из двух человек, мне хватает за глаза. В этом году я с рассады перцев немножечко запаздываю. Первого марта я замочила семена. И, собственно говоря, вот хочу показать, что у меня вот прошло сегодня 7 марта. Вот только-только начали проклевываться семена, если вот вам видно. Поэтому подержу еще немножечко под влажным ватным диском, который пропитала непосредственно банановым настоем. Пропитала сегодня. До этого вода была у меня обычная. И накрываю вот такую вот крышку, убираю в темное место. Так вот у меня, как вы видите, несколько вариантов семян. Можно также семена замачивать и в Байкале М и поливать им рассаду. Инструкция вот сзади есть. Очень рекомендую. Супер средство для огородников. И вот у меня еще какие семена. Вот такая вот белозерка. Сладкий перец. Проклюнулся очень хорошо. Почти все. Если вам видно, очень хорошо. Вот я его сейчас посажу. И вот такая вот у меня звезда Востока. Мне для заготовок нужен именно темно-зеленый перец, а не вот светло, как мы обычно покупаем, светло-зеленый. Но вот, к сожалению, F1. Хотя F1 сама не употребляю и вам не советую. Я советую лучше брать семена, которые выведены не искусственно. Вот они у нас. Жар птица. Так, нет, это звезда Востока. Они у нас тоже. Вот, кстати, неплохо проклюнулись. Меньше, конечно, в схожесть. Где-то 50%, но проклюнулись. И следующий сладкий перец, вот такой вот жар птица новый какой-то. Ну, так вам сейчас покажу. Вот как-то вот он совсем никак. Вот как спит он, не просыпается. И вот повторюсь, сегодня ватный диске пропитала специально банановым настоем, чтобы посмотреть, как улучшит вот этот настой наш процесс. И я вам говорила о том, что нам понадобится карандашик и обычная картоночка или даже обычная салфеточка, вот кухонная, вот, в котором руки вытираем, для того, чтобы подписывать наши семена. Рекомендую это делать карандашом. Почему? Потому что, как вы можете видеть, вот я сейчас покажу. Посмотрите, абсолютно мокрая бумажечка. Она тонюсенькая, вот эта вот беленькая вот салфеточка. Но, тем не менее, на ней написано, ну, здесь просто кверх ногами, Ж, Ж, ну, видно буквы, Жар птица. Я пишу всегда по заглавным буквам, чтобы не писать полностью название. Заглавных букв достаточно для того, чтобы понять, какой сорт где посажен. Вот. Для этого, вот, собственно говоря, карандашик и нужен либо картон, либо любая другая бумага. Ну, вот, собственно говоря, я сейчас сам весь процесс сделаю и покажу вам попозже итог. Важный момент. Семена перца руками не брать. Для этого требуются обычные косметические щипчики. Открываем, например, белозерочку нашу и аккуратненько берем щипчиками наш росточек хорошенький, маленький, который вырастет, будет большим и вкусным перчиком. Можно разговаривать с семенами, вообще с растениями не это любят. И, соответственно, укладываем его очень аккуратно. И также я замачивала. То есть я высыпала семена на поверхность, на салфеточку, вот, на бумажную. И затем брала аккуратненько пинцетом и складывала на смоченный водой ватный диск. В противном случае, если вы берете руками, то тогда вы обжигаете перчики. И они уже заведомо становятся не то чтобы больными, а ослабевают. А нам же нужна здоровая рассада, крепкая, чтобы с каждого, мой девиз такой, с каждого куста ведро урожая. К этому я стремлюсь, этому я учусь и вам это демонстрирую. И вот так я, ну, соответственно, берем палочку, присыпаем земелькой. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ну вот, друзья, я весь процесс засняла. Вы его видели. Что в итоге мы получаем? Вот такой вот контейнер с рассадочными ячейками. Причем, посмотрите, я прям на самих вот этих вот местах подписала, где что я посадила. Потом мы сможем закрыть все это пленочкой и можно убирать на прорастание. Когда прорастет, я вам покажу, что в итоге мы имеем. Еще сразу хочу показать вам, что если вам неудобно писать, вы боитесь, но, как я говорила, карандаш даже под воздействием воды не стирается. Это очень удобный вариант. Но на всякий случай для эстетичности и для большей надежности можно поставить вот такие вот флажки. Вот я их подписала. Например, когда уже у нас подрастет культура, можно будет вот так вот подставить их, вот в саму луночку, или вот лучше вот так вот рядом, ну, как вам будет удобно. Вот такие вот флажочки на шпажках или на обычных, на деревянных палочках, на шпажках. В общем, кому как нравится. Как они делаются? Очень просто. Ну, вот, например, вот такая шпажка, вот такой вот листочек, стикер с клейкой основы. Мы пишем на одной стороне, что это за сорт, а затем просто скрепляем. Сгибаем пополам. Буду сейчас показывать вам. Так вот так вот покажу. Пополам складываем. И лейкой основой закрепляем. Затем для пущей важности и крепкости просто подделываем степлером. Вот, пожалуйста, вот такой вот флажочек готов. Его можно использовать в маленьком виде для рассады, а на больших деревянных вот таких вот шпажках я тоже вот делала. Вот так легко можно вытащить, поставить новую. И летом для использования я просто вот это все обматывала скотчем. Ну, до середины лета стоит, потом, конечно, все-таки выцветает из-за солнца. Это большие шпажки для посаженных культур уже непосредственно в самих грядках. Вот, что я хотела вам сегодня продемонстрировать. Надеюсь, то, что я показала, пойдет вам на пользу. Встретимся через некоторое время и увидим, что же у нас выросло на этих грядке, на этой грядке, в этих ячейках. До новых встреч! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok